миром и праздник праздником рождеством крестово у нас все записывается вставляется интернет вы не против я не против согласен как выгнать их ночью богослужение у вас было помолились сейчас володя повезет в администрацию и там будет видно я считаю голос потерял что ли горящих мы сейчас николаем что-то мы с николаем молились и в голову пришло когда дева мария пришла к елизавете младенец играл в очреве и и она говорит благословенно ну вот эту молитву благословенно ты в женах и благословен плод чрева твоего а вот таких слов как я к спас родила есть и душ наших это такого там она не говорит елизавета и говорит так что это у нас прибавка к слову божему получается надо вначале посмотреть как сходится допустим говорят величие душа моя господа прямо взята или очень наши отца и сына тыс его духа а тут посмотреть может быть просто фраза 1 попала это может быть может фраза 1 а тут целиком берет очень наш и в конце вставляет и они не не говорят что это не оттуда очень наш до взятой евангелие от матфея а вот тут надо посмотреть и проверить как если они начинают чем-то другим а потом где-то вставлена одна фраза это нормально мы это может быть и в пропаде в стихах и везде мы же этим пользуемся посмотри как смотрите с оригиналом сравнивка на которой вы подумали что они прибавили если она там у них уже идет а потом вставили это вставка этого делать нельзя но она уже есть мы стерпим сейчас сейчас я всегда рассуждаю так мешает ли это мне для спасения вот там где-то мощи там режут я не знаю туда мне хожу и воевать против этого не буду я знаю что осталось стиле то что господь сказал прахта и так возвратишься о чем говорит и соломон дух идет богу который дал прахт земли из которой взят даже степана может благоговейная подай похоронили да все вижу то есть вот этого начала нету здесь говорится только до воскликнул громким голосом и сказала благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего и откуда мне что пришло год матерь господного ко мне то есть начало этого нету до конца если взятые туда вставлено если нет начала то ничего и нету потому что мы это и в тихотворениях и проповедях целыми пакетами берем вот у меня ко мне привязки не может быть у меня рядом человек стоит читает библию он прочитал дальше я продолжаю растолковывать это делать и даже на пифилах ты златоуст а мы вот даже недавно ну вот это конечно вот это то что кочин наш добавляют ведь в там вот не просто господь говорит о эту молитву он еще говорит так молитесь и же так то есть это заповедь его молитесь так ну вот еще добавка а при том на эту молитву то сами напросились обычно так пришел сказал молитва сделали ну допустим велищу душа моего господа это не молитва а события бывшая а здесь именно молитва да молитесь еще так и все равно влезли туда это монахи сделал это же не пастухи не кочегары делают они не знают слова божия не боятся их ангел не останавливает они покинутые ну вот спиридон триумфутский когда там какой-то брат читал и какое-то слово подменил он ему строгий выговор за это сделал а там кого-то слово покой похоже ну да взял отдых или постель отдых и постель это который снял а одра так как кровать вместе вот так три фили это у него друг был такой но близкие были то он да настолько разгневался что сразу встал из проповеди ушел чтобы не быть виновным поразить тебя за это там написано отдых зачем ты постель поставил сюда вот так и надо смотреть это образец я это найду выставлю сюда его надо тогда все время везде муссировать а вы сами-то найдете где он сказал спиридона то найдем найдем я не буду время тратить я сейчас занялся тем что где слова вифлеем у меня в стихотворениях встречается этот такой комплекс дам сразу как всегда 10 стихотворений выброшу а сегодня получили пещера там бифлеемская виктор поет нет еще не смотрели а ну-ка давай посмотри у себя я тебе такой материал закинул о том как беседовать маленько расширенная раздвинул там разными цветами так а где посмотреть то это ну чем я вы сбросили ну да я вам сбросил перед тем как идти утром сегодня пособие то песня песня где еще там ну-ка давай включи нет я говорю о песню то вы сбрасывали песню саму я вам сбросил песню на мои стихи виктор поет а я подпелся ему так сейчас сейчас да я многим бросал и николаю всем это а вот вот все нашел нашел владенец родился давай какие слова то сказанные там вифлеем переводится дом хлеба вифлеем пилса младенец родился безвестной пещере такое обычное дело с тех пор то табличка нет места для черни две тысячи лет провисела кормушка скота называлась ясле и и положили младенца кончалась а ночь небе звезды угасли укрывшись зари полотенцем владенец родился ликвы лифлеем дом хлеба на все времена пещера безвестная чудные дем в ней точь и сильные романа потом это будет далеком потом и новая эра и храмы покажешь жилье с бессловесным скотом египет и смертные романы пока только ангелы знают об этом и частью сказать пастухи потом будут книги восторги поэтов о том кто прощает грехи младенец родился ликвы лифлеем дом хлеба на все времена пещера безвестная чудные дем в ней точь и сильные романа младенец лежит или нами повиты обласканы матерью девой и страхи раввин разворачивал свитки и все истолкового влево тот камень уже не рукой отрывала а чрево что шире небес и рушились строны и гибли валы и победный воздвигнулся крест младенец родился ликвы лифлеем дом хлеба на все времена пещера безвестная чудные дем в ней точь и сильные романа когда-то от голода родину бросил к малям мавицким ушла на ими но срочной депешей зовет всех и оси хлеб жизни сегодня младенец родился ликвы лифлеем дом хлеба на все времена пещера безвестная чудные дем в ней точь и сильные романа младенец младенец родился ликвы лифлеем дом хлеба на все времена пещера безвестная чудные дем в ней точь и сильные романа вот 36 лет назад это написано было да игнать тихоныч а еще вот по стихам вашим тоже вопрос есть есть у вас стих на который владислав ковачев песню напел о том как вы встретились в поезде вам дали билет два билета на одно место да 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 и там такие слова поются не заходящие час не заходящая звезда впервые сейчас я сейчас найду точно скажу давай такое бывает так просто как все открывается перед тобой когда пишет такой вот сейчас ты просчитал это пропели которые ты видишь каждое слово такие образы у вас интересные зари полотенца ну да и звезды погасли вообще смотрите игнатик сейчас прочитаю этот стих так я что удивляюсь как ты брат быстро находишь я сам в своем амбаре не разберусь вот и окончен путь с попутчиком расстались три дня мореный воздух вместе ели мы оба затерялись в толчье вокзальной и встретимся ли в этом грешном теле но предстоит нам встреча на суде который страшным называет шепот и вряд ли что важнее для людей увидит свет христов через мир через мир скую копоть три дня в вагонном гробе провели впервые слышал он евангельские строки глухой расслышал как господь велик пришедший к собеседнику а порогу незаходимая звезда перед рассветом впервые указала на христа ответы записал он на кассете все начиная с чистого листа такого благодарного соседа как евнух казначей ефиоплянин мне и гова выслал два билета кассир на место дал одно хотя и был не пьяный расчерчен был его и мой маршрут от вечности две колеи сошлись зажали нас разговаривались вдруг в огодной полутьме не различая лиц он святой который был хон явился и и Ты выйди на меня по скайпу, я тебе такие материалы скину. По скайпу зайди на меня, и у меня ты будешь в гостях, я тебе все скину. Так, я по скайпу, я сейчас с Ваней схожу, а что за материалы ваши, общие? Да, да, нет, мои стихи песнопения, ты же в этом деле мастак. Ну, мастак, не мастак, кое-чем. Ну, в общем, давай, на меня выходи, и я тебе сразу отвечу, буду скидывать те материалы, которые другим даю. Ладно, сейчас это самое, ну все, Надежда Васильевна, как там? Так, нормально, так, возьми в скайп, в скайпе, заряди по-русски, Игнатия Лапкина, ты меня сразу найдешь. Хорошо. Давай, я слушаю. Ну дальше считай. Сейчас. Сейчас я считаю, что четыре. Повыше там, повозьми еще. Так, потом, вот отсюда. Расчерчен был его и мой маршрут, От вечности две колеи сошлись, Зажали нас, разговорились вдруг, В вагонной полутьме, не различая лиц. Перекрестившись трижды, не случайно, Ему я вызов бросил к разговору, Нас не развел над поездом начальник. На скором поезде знакомились мы скоро. Благословенный час ночной молитвы, Он согласился преклонить со мной колени, Наш разговор, тандем, был нераздельно слитным, До самого утра, когда подсел военный. Наш мирный разговор об Иисусе, О вечности, о пролитой крови, Как иностранцы были мы для русских, И только дух Христов мог разум обновить. В каком году? 2004 год, 8-10 октября 2004 года, Игнатий Лапкин. Игнать Тихонович, ну вот вопрос такой, Незаходимая звезда перед рассветом впервые указала на Христа, и о ком речь? Кто незаходимая звезда? Ну то, что мы поем каждый год об одной звезде, она не заходит, она всегда перед нами. Христос говорит, я есть звезда утренняя и светлая, в откровении мы считаем, а тут я вижу другая звезда, она как бы соединяется с ней, незаходимая. Когда мы за Христом идем, она не заходит, она как будто зашла, я сегодня еду опять у меня в новые люди, я опять иду дорогой, я откуда-то вышел, я даже испугался, кто он из кустов вылез человек, и опять звезда. Он ведет меня даже незаходимая, она не заходит, она всегда передо мною. Христос. Ну, она же указала на Христа, впервые указала на Христа, она ему впервые указала на Христа, да, получается? Все понял. Он сам незаходимая звезда на себя указал, как этим волхвам. Ну, и меня осла... То есть она вас вела на него? Другое стихотворение там, это, кого еще считают? И на осла, осла меня положил, в гостиницу повез. На осла, осла меня я осел. И раны перевязал потуже. А я подумал в первом время, что это незаходимая звезда, думаю, перед рассветом, это как раз-таки благовестник. Но я думаю... И так понимаю, тоже это... Тут же многослойная. И она не заходит никогда. Каждый год мы этой звезде... Звездою учахуся. Ну, незаходимая, я, конечно, в первую очередь имел в виду, он незаходимый для меня. Потому что первые слова мои, я вызов бросил. Мы сидим там в поезде, общий вагон. И я перекрестился трижды и бросил ему как бы вызов для разговора. А что вы креститесь? Я христианин. Вы не баптист? Нет. Ну, я сразу сходу начал ему говорить. Вот с одним пришлось разговаривать, такое дело. Он говорит, я летчик был. Ну, меня, говорит, сняли, психиатрия, зарубили. Я говорю, а почему? Когда, говорит, сделали полет там... Ну, у него квадрат куда-то, он должен отойти, отбомбиться. Я, говорит, лечу туда. Ну, там никого нету. Ну, туда пришли люди, а он не знает. И вдруг, говорит, перед самолетом встает человек у меня перед самолетом в облаках. И говорит, куда же ты летишь? Там люди, и они молятся. У него самолет на одном месте стоит. Его на экране, на локаторе потеряли. Проходит час, сторонно ясно, что угнал самолет или в Японию, или... Или разбился. Нигде нету. А он разговаривает с ним. И тогда он, я, говорит, полный штурвал назад, прилетел и, говорю, у него такие глаза на него и психиатрию. И списали сразу. Ну, как так, стоял на одном месте? Ну, не знаю. Ну, ты же ради динамику-то изучал. Стоять не может. Даже птица не может сложить крылья. Ну, стоял на месте. А кто? Он говорит, я пришел домой, говорит, и увидел икону у жены. Николыч, чудотворец, стоял передо мною. Куда бы я полетел, когда он стоит передо мной? Они видят, он разговаривает как необменяемый. Да. Мы многого не знаем. Господь творит чудеса. Конечно, для меня самое большое чудо, это то, что образовано еврейское государство и не возобновили свой язык. 48-й год. Язык это никогда никому не удавалось. Вот разговариваешь, когда имя, почему? Это я в доверии к Библии увожу это. Ни один народ этого не сделал. Бог знал, его вредно и упрямо и нарушает заповеди. Но и как они идут к цели. И остаток Израиля все равно спасется. Тысячи лет, две тысячи лет не обращаются. Ну, единицы. И тут весь хлынет туда. И антихрист погонит их тогда бищем. Надо мировую историю рассматривать только во свете Библии. Я когда слушаю каких-то политологов, вижу, он говорит, совершенно не сверяясь с Библией, я сразу его захлопаю, вижу, ничего не знает. Да вот надо делать, вот как коммунисты говорили, там, экономика, восстанавливать. Ну, восстанавливай, давай. Ты же пальцем не шевелишь. Трёп. Вовремя, когда грабили, не успел подхватить, теперь они злобятся. Другие-то коммунисты успели охапнуть все это. А теперь начинают эти хайпы. Ну, вот так, братья. У них это самый большой эфир. У коммунистов на их канале оказался самый больше всего просмотров. У них нет ролик, который больше, чем вот с нами беседа. А что там? Вот этот ролик с нами беседа больше всего просмотров. Они как его назвали? Они, мнение, мнение православных о чём-то? Они не сократили ничего? Нет, так и есть, как есть. Молодцы, но мы тоже не сокращали нигде. А мы больше даже. Название вы хорошее дали. Я даже не прикоснулся к нему. Это последнее слово «Святая Русь». Вы видели, как Виктор сделал «Святая Русь», как он разукрасил? Видели, видели, да. «Святая Русь». Серп и молот перещелкнуты крест-накрест. И как противили. Прибалтики татарам и Чечне. И татары стоят, Чечня. И пьяные валяются. Ну вот тот вот ведущий, ведущий Аркадий, который был, молодой. На него без слёз смотреть невозможно. Хочется плакать и плакать. В такой пустоте. Канал ведёт там свой. И всё копается вот в этом. И всё в грехах там видно. Но ничего нету. Так жалко его. Да. Ну он сидит там, это прижатый. У него, главное, со столом. Рубаха там такая. Как будто это он сам такой горбатый сидит. Да. Ну хорошие беседы. Тут звонят люди нам. Говорят, ой какая хорошая беседа. Прям звонят постоянно. Подскажите, давайте ещё раз поговорим. Будет или нет коммунизм? Я им раскрою тогда, какой коммунизм он обязательно будет. Они же расположены, помните? Они хотят поговорить. Они говорили, что хотели. Говорили так. Но я им напишу ещё раз. Надо через Татьяну. Это же была тема. Возможно ли коммунизм построить в отдельно взятой стране или во всех странах? Вот так вот, а заглавьте. Потому что Троцкий говорил вот так, а Сталин сказал так. Сталин сообразил, что в одной стране. А те бились во всём мире сразу. Ну, они вчера в прошлый раз говорили, что только во всём мире. Они считают? Ну, это Троцкий, Троцкийсты. Ну, вот как это зацепляется за человека? Ужас просто. Вы-то при них жили, да? Ну, я первый раз увидел, чтобы реально человек в это верил. И это как религия для них. Не верит он в это, не верит. У него это, если отнять, не говорит. Он понимает, это для меня страна Украина. Ну, иди, тебе там мозги правят. На Украину моя. Казахстан моя. Иди в Казахстан. Как раз там вовремя тебе шишки насыпет. Советские-то, российские-то. Сейчас туда послали войска эти особые части. Потому что у них договор в семь или восемь стран. Помогать друг другу. И ты это делал, так кто? Талибан там, говорит, пришёл, им помогали-то. А они вчера как пошли, десятки покосили автоматы, только стращат. Почему китайцы делали здесь революцию-то? А им какая разница там? Кто они стреляют-то? Дома ещё могут спросить, а там награду дадут. Ну, нужно же бы Назарбаева оставить, деда в власти. Игнать Тихонович, а там вот было такое в истории, что вот такие вот бунтари выходят. Власть говорит, ну хорошо, мы выполняем ваши требования. И бунтари успокоились. Когда-нибудь такое бывало? Ну, смотря что требуют. Что-то и бывало. Бывало я в житиях святых встречаемся. Но бывало наоборот. Вот был такой Маврики. Очень хороший император в Греции. Ну, всё делал как надо. Но войска там забунтовали и избрали полковника Фоку. Он показал страшную жестокость. Он сразу кинулся туда. Его арестовал царя Маврикия. Его жену расстрелял. Детей. Ну, как вот с царским семейством было. И там такие законы ввёл. Там четыре Дзержинских не проглотят. Ну, один праведник-то пришёл, ахнул, опять в пустыню закатился. И там давай молиться. Господи. Да за что ты нам дал такого? Ой-ой-ой. И вдруг Бог заговорил и говорит. Долго я искал на ваши грехи. Хуже не мог найти. И впредь никогда об этом не спрашивай. Не искушай Бога. Бог ставит таких. В России заигрывает царь. Зачем начал делать призыв? Ему же говорили сколько раз. Его родной брат же там был императором в Германии. Говорил. Не делай этого, Николашка. Не надо. Нет. Мы объединим народ. Война. Победа будет. Он ничего не соображал. Ни в военном деле, ни здесь. Сразу три империи рухнули. Вот и всё. Один человек, который плакал, говорил только... Григорий Пимович Распутин. Папа, не делай этого. Папа, погибнешь. Папа, сгорит весь дом твой. Он ему стущал и кричал. Как раз лежал в больнице. Он ему прямо непрерывно телеграммы слал. Не делай, папа, этого. А три империи? Россия, Германия и третья какая? А какая-то ещё. А какая? Подумай. Что в Пруссии было? Австрия, что ли? Ну да. Похоже так. Ну, три. Это знают. И всё. А 85% было сельского населения. Они были дома, а тут военные. Убивают. Газами травят. Им не уйти нельзя. А так-то дома они бы ничего не сделали. Да поставил бы ещё, нашёл Господь такого, который бы навёл порядок. Пётр Аркадьевич-то и знал, чем заниматься. Кстати говоря, вот Столыпину-то всё хотят. Говорят, давайте Ленина снесём, везде Столыпина поставим. Некоторые говорят. Что-то можете вообще про Столыпина сказать? Я могу сказать, что больше в России такого человека не было. Царь против него, это маленький воробушек был. Он в Сибирь-то. И сразу стал образовывать большие сообщества. Люди поняли, как... Сибирь-то буквально завалило маслом и всем Англию. У меня это он... Это есть про Алтайский край тут. Как-то Лор или как его фамилия. Он у меня здесь был, я ему книги подарил. Ну, сколько-то книжек. Он мне подарил. Там все данные. Количество там килограмм, что шло и всё. Столыпин, Столыпин. Это он. Он никого не боялся. И они во время антракта... Бодров там пришёл, там и в спину стрелял ему. А вы знаете этот, за которым гонялись, он главный тут террорист был. И когда его опять заманули сюда, и тут он в окно выбросился. Как его вещать? В окно выбросился якобы. КГБ. Это тогда, АнКВД. Сумели убедить, он за границей был. Он ушёл. Он как раз царского там брата кого-то застрелил. И фильм поставили такой. Ну, припоминайте. Звонок другу нужен. А? Мы как в передаче, звонок другу, так сразу не вспомним. Ну, как вы знаете, он главный террорист был. И они, он за границей был. Они тут там то водокачку где-то взорвали, то и говорят, тут люди даже на месте руководить. А это они разыгрывали, коммунисты. Ну, и большевики его тут и захватили. И во время допроса якобы он бросился в окно. А ты заряди, узнай. Эти слова заряди и узнаешь, как его звать. И про него фильм поставленный. Как он, ну, бомбометатель был. И его даже обвели. Это же искусные люди в этом деле были. Что они сюда его заманили, и он бросился в окно якобы. Блюмкин. Блюмкин? Нет, там еще есть один. Блюмкин этот по Китаю работал. Блюмкин как раз этого посла застрелил в Москве. То есть, рядом уже. Так, нашел кого? Да сейчас тут пойди найди-то их. Нету. Да нет, быстро-то мы не найдем сейчас. Найдешь. Так, Мирбах это не то. Мир тебе, Владимир. С Рождеством Христовым вас брать. С Рождеством, брат. С Рождеством, брат. Ну, Игнать Тихонович, задаете загадки. Это вам не с Володей беседовать. Загадка хорошая. Я никак не думал, что вы не знаете его. Да что-то как-то... Так, ладно, сейчас придется так найти. Так, Мирбах. Послужил сигналом. Нет. Он очень известный был, очень. Послужил террорист номер один. Он сколько людей подготовил. Савенков? А? Савенков? Да. Он, да? Конечно. Не знал я. Я вообще первый раз... От его биографии заряди в Википедию. Вот, смотрю. Ну и кто он, когда, как он умер, смерть? Отец был, товарищ окружного прокурора. Ну что? 879 года рождения он. Так. Так, сейчас. Вот, приезд в СССР и арест и смерть. Да. В начале 24-го года Савенков нелегально приехал в СССР, куда был завлечен в результате разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2». 16 августа в Минске был арестован вместе с своей любовницей Любовью Ефимовой Дикгоф и ее мужем А.А. Дикгофом. На суде Савенков признал свою вину и поражение в борьбе против советской власти. Свои показания он начал так. Я, Борис Савенков, бывший член боевой организации партии социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Каляева, участник убийств в плеве великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа во имя его, обвиняющий ныне рабочей крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках. Военная коллегия Верховного Суда СССР 29 августа 1924 года приговорила его к высшей мере наказания – расстрелу. Верховный суд ходатайствовал перед президиумом ЦИК СССР о всмягчении приговора. Ходатайство было удовлетворено, расстрел заменен лишением свободы на 10 лет. В тюрьме Савинков имел возможность заниматься литературным трудом, по некоторым данным имел гостиничные условия, и в это время он написал, цитирую, «После тяжкой, долгой, кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, я говорю вам, я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому что стоят с винтовкой за спиной, я признаю безоговорочно советскую власть и никакой другой». Савинков написал и послал письма некоторым руководителям белой эмиграции с призывом прекратить борьбу против Советского Союза. Да, да. По официальной версии, 7 вая 1925 года в здании ВЧК на Лубянке Савинков покончил жизнь самоубийством. Воспользовавшись отсутствием окон и решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, Борис Савинков выбросился из окна пятого этажа во двор. А в книге Е.А. Качемировской 50 знаменитых самоубийств приводит отчет непосредственного свидетеля Гиппеля Савинкова В.И. Спиранского. И вот он цитирует, говорит. В комнате был Савинков, Сыроежкин и Пуздицкий. Последний из комнаты, на которых время... На некоторое время выходил. Я взглянул на свои часы. Был около 23 часов 20 минут. И в этот самый момент около окна послышался какой-то шум. Что-то очень быстро мелькнуло в окне. Я вскочил с дивана и в это время из двора послышался как бы выстрел. Передо мной мелькнуло поблевнейшее лицо Пуздицкого и несколько растерянное лицо Сыроежкина, стоявшего у самого окна. Пуздицкий крикнул. Он выбросился из окна. Надо скорее тревогу. И с этими словами выбежал из комнаты. Место захоронения Савинкова неизвестно. Все сходится на 100%. Вот есть фильм. Там даже даже показать. О нем фильм поставленный. Как называется? У него, главное, я смотрю, дети есть. Вот сын у него, Виктор, арестован в числе 120 за убийство Кирова. То есть тоже пошел не просто так. Дочь, ничего про него не написано, а от второго брака сын Лев Борисович Савинков, поэт. В 87-м году умер. Недавно. Он захоронен на кладбище Сен-Женев-де-Буа. То есть эмигрировал во Францию. Ну ладно, фильм какой поставленный, как называется? Посмотреть можно вам будет. Как он людей обольщал. И сам стоял, наблюдал, когда бомбы бросали. И во время, когда какое-то там «Лебединое озеро» там это показывали, он зашел один мимо часовых и прямо в упор расстрелялся. Обратный отчет? «Синдикат-2» фильм есть. Обратный отчет есть фильм еще. Обратный отчет? Ну есть. Может быть. Не знаю. Я сейчас не знаю. Я смотрел этот фильм, но только одно. Желал ему смерти. И все в старинном виде. Какие там колеснеются. Едут люди. У него только одно было. Убить, 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 убить. Ну говорят, что его выбросили из окна. Он не выбросился. А мы вчера в храме-то стояли. Я смотрю, там одна девочка рисует, сидит. Ну такая, лет 13, наверное, ей. И я тут же ей раз Гюстава Доре показал. Я говорю, а Христа-то нарисовала хоть раз? Она говорит, нет. Такая задумалась. Видно, задумалась. И Гюстав Доре ей понравился. Я говорю, ты запиши себе. Думаю, может коснется ее как-то. Пускай она посмотрит цветные наши. Покажите. Где ее взять, теперь непонятно. На нашем сайте. Да нет. Эту девочку. Уже все потеряно. Ну да, а то это все фотографии, это от нас она может взять. Ветхий Новый Завет, там все показано. Кто это у нас разрисовывал. Ну вообще, я Гюстава Доре посмотрел, он много чего рисовал-то там, разного. Ой, сколько у него там было до этого. Даже не верится. А главное... Он не один, это же гравюра, это вырезано на дереве вырезка. Да. Ужасно. Главное, вот он много чего другого рисовал, а увековечил, можно сказать, себя только тогда, когда соприкоснулся с Господом. Ну понятно. Это как вот... Да. Незаходимая звезда. Как юноша, да? Богатый подошел, говорит, что мне делать, чтобы доследовать жизнь вечную? А если бы он имение-то отдал, мы бы и храмы в честь него строили, и постоянно прославляли бы, какой он мудрый, как он поступил, за Богом последовал. А вот есть такая басня про три дерева там росли. Ну какие там, я не знаю, может сосны. И друг другом разговаривают, а ты кем хотела бы быть? Ну кем я хотела быть? Ну спилят-то все равно, наша задача... Я хотела, чтобы быть царским ложем. На мне царь спал. Ну засмеялись. А она думает так. Вторая говорит, а я хотела, чтобы из меня корабль сделали, великий человек на мне плыл. Ну третий говорит, что, третий что хотел, дерево-то. А третий, оно все это посмотрело, ага, это, это, да нет, это... А я хотела бы, ну, в детском возрасте, чтобы царь люльку из меня сделали, кащать царя. А пришли, бревна спилили, доски там что сделали, бросили, ничего нету где-то. Она потом оказалась, которая хотела люлькой быть, из нее сделали... Для овечек ясли, кормушка. И никто и не думал, что будет. Ну еще не сбылось, не сбылось. А из другой сделали там рыбацкое, ну это шитик такой называется, маленький как он. Ну и что получилось, какой царь-то. Ну а третий думал то-то, вот делать такое, чтобы на весь мир было известно. Ну и получилось, из первой ясли Христа положили, второе сделали, где он плыл. И третье крест, на который вознесен. И когда уже лежали спильные деревья-то, и они понимали, говорит, ни одного мечта не исполнилось. И поэтому все эти разговоры о мечтах, все рушатся до тех пор, пока со Христом не соприкоснутся. А вот сегодня, представьте себе, эти бы ясли сейчас нашли. Их бы там по опилкам, в мощи везде бы эти кресты вкладывали. Или крест тот нашли. Через 300 лет крест нашли. Не сгнил. У нас там по Терябке строили. 20 лет прошло, в дребезги столбы сгнили. А у них там еще и жара такая, и дожди идут, да. И глава три креста, и вот все это. Я абсолютно не верю в это. Да и это не нужно было. Вот именно. Если бы это какую-то пользу приносило, еще можно было бы сказать, что Господь сохранил крест. Специально. Чудом. А если мы знаем, к чему это приводит-то? Ни к чему хорошему не приводит. Да главное, пилят. Там опилочка, одна опилка, и вставить где-то. Это же все, видимо, из-за деньги продавали. Ценность такая. Животворящего креста. Или вот это. Богородица вели во святая святых. Вообще. Туда первосвященник один раз в году. И там ни окон, ничего нет. Что бы она делала? Куклами играла там. А там стража стояла день и ночь. Сразу бы у священника лишился головы. Вот для чего придумает. Вот Антоний Блюм. Он это не признавал, это все выдумка, говорит. А вот еще поют, когда царица моя приблагая. Не им, а мы иные помощи. Меня один спрашивал. Кто со спрашивал меня? Кому-то я могу... Мы это все в письмо включаем. В письмо, которое готовим, все это включаем. А, я спрашиваю, да, епископ, который, вы говорили, епископ, который запретил. Я вам скинул, это Иннатаевский. Получили? Иннатаевский? Я как будто... Нет, вы мне не сбрасывали, по-моему, или пропустил. А кому бы я сбрасывал-то? Я просто... Я сбрасывал, это вопрос у меня был. Я туда... А, в ответе, в ответе, да. В ответе, который был у меня уже сколько лет, 20 назад. Я в университете отвечал на него, я его скопировал и говорю, а вот архимандрит Эрмоген мне сказал, его звать не Михаил, меня поправил, а вот так-то. Я все оттуда как взял, не оправдывался, ничего. Я говорю, дело в том, что у монаха бывало имя мирское и другое. И поэтому я не могу за это ручаться. Я слышал Михаил, но я сказал, раз это там Федос или как его звать, ну и все. И он запретил это петь. Это отречение от Христа. Не имам и иная помощь, а разве тебе? Разве, то есть, кроме... Ну, то есть, ну, как у католиков-то, что я, бессемянное защитие, яким никто совсем не отъест. Ну, просто человеку немножко, да, свободу какую-то в ложном направлении, то он дальше будет переть как бык, не понимая, куда идет. Да, Николай, что-то хотел сказать. А вообще вот в богослужебных текстах, ну и в разных там вообще текстах, вот когда возникает нечто такое, ну, как бы богословское, то, что простому народу непонятно, но потом из-за этого начинается чуть ли не идолопоклонство какое-то устраивает и прочее. Много ли такого вообще есть, чего-то? То есть, человек ненаученный пришел, что-то услышал, для него это суперверх какой-то духовности, и он начинает не хрестуете, а еще куда-то. Видишь, какое дело? Что-то такое есть, ну, вот типа вот этого. Я поясню на примере. Когда-то я канонами занимался, почти три года у меня ушло. Там переводы делал, симфонию составлял. И я имел то, что истинные декретарии были еще в книге правил. К Новому Завету-то еще послания Климента были когда-то, а потом их отсекли. Так, ну-ка, ребята, постойте, не разговаривайте. Никазатель Тихонович, Ротерея, Анна Суворов-Дова. О, молодец! С праздником, батюшка! Спасибо, Господи! Я много отниму буквально одни пожелания. Мне хочется вам пожелать крепости, сил, здоровичка, помощи Божьей. Ну, радости, чтобы Господь укреплял вас на долгие годы. Вы чем-то притягиваете. Что-то можем мы с вами тут. Я не понимаю вас. Вы уж простите, мою худость немощна. Я вас люблю. Отца, я кима, вас я вас обнимаю, целую, благословляю. Крепость, сил, ну, а главное, вы сами не знаете, что это спасение души. Вот самое... Так, отец Иоанн, я вам по скайпу скидываю все материалы. Вы там бываете, нет? В скайпе? В скайпе. Нет, у меня скайпе, я только по ватсапу переписываюсь. О, ватсап это детский клоповник. Ты вот что. Иди в скайпе. Я тебе каждый раз... Самые ценные материалы, как работать с людьми, как с сектантами. Я-то там тебе до материалов дал кучу. Ну, зайди, пожалуйста. Я знаете, Григорь, у меня его даже нет сейчас. Я им давно уже не пользуюсь, несколько лет. Уже как-то... Я ваши, кстати, материалы просматриваю. У вас что там вылаживается? Все это собрания, там, разборки какие-то, танкования. Я вас просматриваю, я вас нахожу и смотрю по ватсапу. Ну, это собрание, собрание. В ютюбе там, набирай вас. Ну, все. Собрание, а тут я тебе конкретно материалы даю. Материалы, которые тебе крайне нужны. Ну, зайди туда, а то хоть... Ну, не был ты 10 лет, а он никуда не девается. Если он у меня на глазах, то я тебе скидываю. Сегодня ночью только тебе материалы скинул. Итак, Тихонович, ну, не обижайтесь, Муссия, у меня нету скайпа сейчас. Я уже как-то перешел на другую формулу общения. Я, конечно, отсталый человек, может быть, но мы вас все равно... Но я вас наблюдаю и вижу и смотрю ваши ролики. Так что вы не думаете, что вы там... Нет, отец, ты даже не знаешь. Вы с отцом и Акимом одинаковые. Ему подарили этот планшет, приехал с Америки. И точно так же через дорогу уходит посмотреть. Вы одинаковые, не смотрите, а там сокровища несметные. Как беседовать, чтобы... Как образовать общины. Я громадные материалы тебе каждый раз скидываю туда. Зайди и попроси кого-то. А куда вы скидываете? В скайп, скайп. А, в скайп? В скайпе, и там можем... А, а, послушай, у нас в скайпе, в скайпе. Я не сиронок вообще, вот сейчас не знаю. Отец, послушай. Просто более доступно. Всегда при мне этот смартфон. И тут же мгновенно все это в реальном режиме. Принял, ответил, посмотрел, переснял, скинул. Понимаете? Ты говоришь на один процент, а я тебе сто процентов даю. Ты даже не знаешь... Я не осмыслю, я не смогу это переварить. Да там любая бабка переварит. Я в самом готовом виде даю. Ну, чего ты так отрекаешься-то? Я не отрекаюсь. Если ты отрекался, я могу не звонить. Да не в этом дело. Отец, у тебя... Ты знаешь, что воспользуется человек, когда полностью себя настраивает на духовное, не больше трех процентов, а 97 невостребованное в голове и в душе. Я желаю расшевелить вас. Батюшка точно такой же. Рядом живет и не хочет заглянуть. Еще в самом деле, ватсап. Да ватсап это школьники давят, этих клопов сидят один на один. А тут у нас каждые два часа по интернету молитва идет. Ты присоединись. Отец Наум, он каждый раз с нами на молитве. Кто? Отец Наум. Мой крестник, еврей. Свет. В Грузии, который? В Грузии, который это. Он здесь. И всегда раздаются сигналы, на молитву призывают. Занятия идут. Ну зайди, скайп, попроси, который тебе помогал ролики составлять. И знаете, Киркевич, если получится, я сейчас поговорю себе, опять причем. Для этого потребуется всего только три минуты. Три минуты. И каждый день заглядывай туда. Хорошо. Который я тебе даю. Я тебя люблю, отец, поэтому и даю. Тебе на суд, Боже, идти за всех людей и отвечать. Подправляй положение-то. Да, Типа, спасибо вам за ваши добрые пожелания и отношения. Отец, вот я в скайпе, в скайпе, слушай, слушай. В скайпе дня нету, чтобы новые люди не пришли. Мы вас отцом считаем. Соткнулись на наших, где-то зашли. Из баптистов, сантовентистов новые души приходят почти каждый день. Ну что вот так это? У баптистов поется так, у баптистов, говорит, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноб, один в руках нести. Вот так как у Господа, для всех разделился всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Да, да. Так вот на днях на меня вышел один человек из Англии. Когда мы были в Швеции, поломка была. И мы там, комната дается говорить, и мы вошли в Англию. А в Англии собрались баптисты, ребятишки там, их руками крестят, поклоны, делают крестное знамение, чтобы Игнатий, сотрудничество, и благополучно проповедовать по Европе. И на днях он на меня вышел три дня назад, Андрей. Вот как Бог делает. И он говорит, я теперь крестное знамение совершаю всегда. Они же не крестятся, а то стали креститься уже. Ну да, на наших ресурсах, потому что. Мы в Европу едем, а они там, мы еще не доехали, они молятся, крестятся и просят благословения. Это где, в Англии или где? Да, в Англии. Английские. И я на днях с ним беседовал. Я такие материалы скидываю, которых нигде больше нет. Я тут не вылажу из-за компьютера. Три-четыре часа не поднимаюсь даже. И новые материалы даю и даю. И ты узнаешь наших друзей, как мы собираемся, интернетное общество. Понятно, понятно, Евгений Игоревич. Евгений Игоревич, не одержитесь. Вот я смотрю, вы Англия, Англия, Европа, Америка. Ну почему, я вот не пойму, мне дай, почему не придут в вашу общину там, Леша там, этот, Устинов, Вадим Александрович там. Обожди, обожди. Я сегодня про это... Вы не можете вот это. Послушай. Вы не можете это притащить в свое общество. Ну обожди. Слушай внимательно. А они старообрядцы. Я сегодня на эту тему говорил как раз. Не перебивай. Старообрядцы это единственная коллегия на земле, которая никому ничего не прощает. Злопомнение. А злопомнение уподобляет дьяволу. Дьявол не кается. Почему? Почему Христос дьявола не обратил? А златоуз говорит, который держит зло в этом подобное дьяволу. У них на меня ничего нету. Никаких претензий нету. Они не могут слышать. На фоне, что мы делаем, они понимают, они захвозшие смоковницы. И вот когда нашли этих Лыковых там, и корреспондент пишет, они разговаривают о Никоне, как будто он за стенкой живет. Они никому не прощают ничего. Вот почему. А это... Сейчас уже Агафья там как-то то устранялась. Ведь сейчас там приезжает к ней такая испанцентная. Там и дом построили, продукты везут. Она хоть она вернулась как-то к жизни более-менее нормальной уже. Конечно, там осталась. Но приведите их при вашем таланте. Они должны быть ваши. Они же живые люди. Душа у них есть. Мы не увидели их там никакой ненависти, обиды ни к вам, никому, ни нас. У кого? У кого не видели? У кого? Для меня это загадка. Вы кого? У кого? Про кого сейчас говорите? Про Агапию? Про Алексеева. А они из этого не вылазят даже. Не вылазят. Да и так далее. Ну хорошо. Отец этим с ними говорил. Митрополит был, говорил. Они ничего не желают. Что? Чтобы меня не было, чтобы я умер. Люди, живущие в злобе, они потеряли человеческий облик. Слушай, они потеряли человеческий облик. Подобно дьяволу Златоуст говорит. Ну, что ты стоишь, что зацепился? Ты, я должен... Живые люди, как они с дьяволом? А если бы он умер, тогда в точку ставят. Да вы, у него ничего нету, нету. Если вы думаете, что не такие, что не до такой. Ну ладно, 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 ладно. Ладно, не надо языком молоть зря. Я думаю, митрополит поговорил, только вышел и видит, закрыто там все. Наш митрополит был, от которого Сергий. Ну я не знаю, я вас уважаю, их тоже у меня... Не надо, не надо. Ну ладно, был бы ты рядом, еще поговорили. Рядом ты вот... Вы не можете обратить их. Да их нельзя обратить, Христос не может обратить. Ты подожди. Ты себе эту мысль втемяшил в башку-то. Надо обратить. Кого обращать? Когда он злопамятный. Злопамятный уподобляй дьяволу. Повтори эти сразу, златоуста. Почему дьявол не кается? Он видел Христа и кричал, сойди с креста. Почему не покаялся дьявол? Да дьяволы, это же люди живые. Да живые, подобно дьяволу, златоуст говорит. Ты глухой или еще, или нарочно на меня, ты лезешь в такой день. Злопамятный уподобляй дьяволу, святой Иоанн Златоуст. Они необратимые. Батюшка поговорил, махнул рукой, бесполезно говорить. Батюшка, твой друг. Сколько раз с ним путаешься? Я не знаю, я просто задал вопрос. Я тебе говорю, они не могут выйти. Я ему говорю, Библию считаю. Послушай, ответ. Ответ. 360 лет прошло, и у них ни на шаг не сдвинулось. И мы патриархи писали. Хоть маленько прекратите. Ни как Библию нельзя, ни коня не перепортили. Я считаю им Златоусту, они глаза такие, как рогатые головы. Нельзя. Ни коня не перепортили. Я считаю канон и правила, ни коня не перепортили. Они подобны дьяволу. Они не покаянные. Покаяния у них нету ни одного. Что ты в самом деле придумал? Я должен, я ему ничего не должен. Я ему больше всех помог в строительстве дома. Они ничего не знают. Так, все, пока, давай. Заходи по скайпу. Обнимаю вас. Суворов и Ан. Они с батюшкой в этом вопросе одинаковые. Не работают? Ну не работают, отремонтируй. Радио, когда они придут, слушают. То, что материалы мы даем, их нигде нет в интернете. Сегодня ночью опять два человека, откуда-то, с каких-то стран, там, из Испании, это всюду. Вы наш духовный отец, из баптистов. Игуменами стали, архимандритами уже. Ну не я же это делаю, Господь делает. И для них все есть. А вот Алексей, вот Владимир, ну и позанимайся ими. А на этом играет. Они против, а ты не можешь обратить. Ну как можно обратить дьявола? Ну никак, вы же были, видели все это. Злопомнение уподобляет дьяволу. А у них батюшка говорит, ну что тебе кто-то сделал? Какие ко мне претензии? Они какие там, что-то я с сестрой? Ну сестра с ним разберется, тебе какое дело? Моя сестра. А вот с братом, ну брат рядом, один только живой. Мы, я, Тесахим и Павел. Павел пьяный. Что я с ним должен делать? Обратить его. Я пьяницу, который валяется перед советом в снегу, и я его обращу. Ну то есть они ничего ко мне не имеют, никто. Нисколько. А я молюсь за них каждый день. И вот он побыл у них, а они против, и могли бы, то есть он не расположен. И на меня было кинулось, а я ему сразу ответил. И он тогда поехал куда-то там, в Опину пустынь. И оттуда звонил, я на коленях со слезами прошу, простите меня, я не знаю, что со мной сделалось. Вот и весь ответ. А ты, я говорю, проца Иоанна. И батюшка каждый год туда снует. И как будто вторая жена у тебя, говорю, там. Я перед батюшкой на колени падал. Не езди. Каждый год в одно место. Да рядом с тела, возьми Евангелие, поезжай на велосипеде. А вот и все, московская патриархия, закваска гниет в них. Я в чем виноват перед вами? Скажите мне, что я должен вам? А вот вы не так говорите, иначе бы тысячи людей обратились. Ну давай ты это мне говоришь, что за 40 лет. Почему ж ни один не обратился у тебя? Ни один. Вот и все. Ну а почему? Для меня это бальзам, это венец. И домашние враги будут. И у Господа это все было. Мне ничего нет. Аппетит у меня хороший, сплю нормально. Ничего не болеет. Я даже с вами о Савинкове говорю. Говорю о Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот сейчас, допустим, я даже буду говорить об этом. Сегодня только говорил. Вот такой-то человек. Я говорил о Валааме. У вас загрузилось, Игнатьич Хочет? Нет? А? Загрузили вы жесткий диск? Ну я сейчас разговариваю, сейчас подожди тогда. Ну ладно. Валаам это был пророк Божий. Но когда он с доимством занялся, об этом говорит как раз Петр. И Господь ответил. Но пророчество сказал как надо. И звездой учахуйся. Откуда звезда-то? Звезду я, говорит, вижу и звезду, но не близко. И где он, неизвестно. Но так как, я думаю, каждый год это все вспоминается звезда, может, ему о том свете полегшает. Вот как. Опять Туворов звонит. Александр Ильич, алло. Алло. Да. Ну. Ой, Игнат Ильич, простите, я ошибочно, простите, ради бога, я не вам звонил. Простите, все. Да не, 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 как, это ты по делу позвонил. Позвони тому школьнику, теперь он не школьник, чтобы тебя установил скайп. Миленький мой, я прошу тебя, ради бога, сделай это. Не, ну я поговорю, можно, получится у меня или нет, я не обещаю. На это ничего не надо. Я тебе еще раз говорю. У меня не получается сидеть, мне некогда сидеть там в этом. Школьники, школьники. Школьники, школьники, пятиклассники во всем мире устанавливают за пять минут. Да. Вот я... В смартфоне, в смартфоне скайп. Да при чем тут смартфон-то скайп, хоть где он может быть. Да, но я поговорю, Игнатика, сейчас не знаю, я просто... Ну у тебя он сохранился, ты зайди на него. Я тебе скидывал куда бы с ним у нас не было связи, но ты не заглядываешь. Я тебе уже там, эйф или у башни накидал добра, и ты даже не заглянул ни разу. Так, я его не включаю. Ну я знаю, знаю, знаю. А сейчас я, я открываю где вот ваши в ютубе там ролики, я вижу там сколько людей там выдают за вопросы, ответы. Лист, понимаешь, ты зачем крутишь мне мозги, крутишь? Я там скайп открывай, говорю. Открой, и там ты увидишь сколько добра у тебя лежит, гниет. Какие вы неразвитые все-таки, вот упрямое прямо не выскажешь. Давай с Богом. Опять я ошибся сюда, да не ошибся ты. Тебе и должно было тут еще раз быть. Игнатик, а он где живет? Тула. Тула. Я как-то у него был, и там Тула, Тула. И в Туле я там снимал, он нельзя снимать, то другое. И прошло немного времени, я уехал, его обокрали, там иконы ценные. Он как на меня напустился, это вы в интернет выстояли, эти воры узнали, приехали. Я говорю, это откуда узнал, что воры узнали? Ну и так понятно, до этого не воровали. А когда его судить, того стали вора, ему сказали, он как в интернете? Я, говорит, ничего не знаю про это. Он тогда мне написал, я извиняюсь. Понимаешь как? Вот такое развитие, они друг друга, люди видят и не хотят дальше развиваться. Это что, скайп, это что, смартфон? Он говорит, я купил такой дорогой мой этот телефон, ну, который у вас такой, пластина эта. Ну и туда-сюда, не как я стоял там где-то, не знаю где он, я как об пол шбартнул, в дребезги разбил его. Телефон. У нас тут знакомый один был из баптистов, до самой смерти курил и пил и. Ну и у него с магнитопоном, это, не как с интернетом. Он столик купил, так он разгневался, топором изрубил экран, процессор, что там у него было. Стол, все изрубил и выбросил. Неодушевленный предмет виноватый, из-за того, что я неразвитый. Я такой же неразвитый. Ну почему у меня столько друзей? Я знаю, если я Вячеславу скинул, неладно, будет здесь. Вчера у меня был, позавчера Виктор был, я сказал посмотреть, почему выбрасывает со скайпа. Он посмотрел, что-то, все нормально, но она выбрасывает все равно. Я тоже, я заходил, смотрел, все нормально, ничего не могу сделать. Ну да, ну это может быть так. Смотри, на эти дни-то в Казахстане-то отключали интернет полностью. Да. Вот и все, и поэтому книги имейте, и которые нравятся ролики, сами себе их накапливайте. Отрубят, может в другом месте можно будет. Да. Ну что, ребята. Ну, спасибо Христос, Игнатихович. Так, у нас все выставляется в интернет, вы не против? Не против? Не против. Вы за. Молодцы. Мы здесь за. Ну, с Богом. Игнатихович, как же вы нашли такое место, вот это, место уязвления дьявола? Кто-то боится съемки. Это конкретно сатанинская вещь, бояться съемки. Ну, злопомнение, злопомнение. Зло помнит. Ну, хоть сто раз проси прощения, если я у него что-то своровал, вернул ему в десять раз больше, он, а вот тогда ты своровал. Так они, Никон виноват, Никон виноват. И когда Лыковым сказал, так, Карп Осипович, отец еще был живой, Савин, Дмитрий, Наталья были живые. И когда сказали, что война была, он как, Германия 105 пошел, Петру проклятие, это он с немцами икшался. Я, говорит, разговариваю с ними, Песков, он в Комсомольской правде про зверея там писал. И говорит, он со мной разговаривает так, как будто бы у него за стенкой живет Никон, там, Алексей Михайлович. Они никому ничего не прощают, никогда. Это особый род людей. Ну, за 360 лет. Они непрерывно везде Никоньяни. Никоньяни Библию перевели, не надо Библию, это Никоньяни, там перепортили. Я им показываю златоустую, не надо Никоньяни, это злопомнение чисто дьявольское. И у них, как-то мне назначили встречу у них, а мой там друг близкий был, Володин, который Володин, отец Александр Иванович Устинов, который был начальник радиостанции Рокоссовского всю войну. И накануне, как по идее, я вижу, вверху такой бывает большой балкон, заходить туда надо. Я захожу, а там одни демоны, бесы. И когда пришли, они стали на меня бросаться, а я ему заранее рассказал, Александр Иванович, я сегодня ночью видел на этом месте целая компания бесов будет. Старобрядцы пришли. Я больше никогда таких снов не видел. И слова повторяют то же, что они говорят. Никому ничего не... Я вот у них заехал там, это, Володин брат живет. Ну, а он там сделал, такой разукрасил, корову что ли доить. Жене своей-то. Ну, я возьми-то, что-то сказал. Он тут же топор взял из скамейки, там всю изрубил в дребезги. Они страшно гневливые. Ну, тут что-то епископ. Что он там сказал? Недавно он умер, Силуян. Они вдвоем его свалили, пинали, били, говорит, и все. Епископы. Я такого не слыхал никогда у православных. И при том, они самая мелочь. Ну, представь себе. Ну, бывает, финляндская церковь, ну, вместе молятся. А они друг друга не признают. Одних, без поповцев, больше 50 названий. И все живут в одной стране, в России. Вот это... Да. Вот это прям хорошо на русскую душу легло почему-то. Вот такое старобрячество. Да. Ничего не знают. Они языки, как правило, не знают никакие. Иностранные. Переводить не могут. Я тебя хотел просить, но уж под праздничный соус-то скажу. Ты с этим, с Георгием-то Максимом поддерживаешь какую-то связь? Ну, нет, только так уж сообщения какие-то раньше писал. Такой связи-то нету. Пошли ему утреннее. Вот мы молимся, когда я с Володей считаю, посмотри, какой тут любой избери. Ну, последние вот были, которые... И скажи, вот вы говорите, то другой отец. На суд Божий идти. Вот молятся люди. Дай знать, скажи, что там не так. Вот сто поклонов молитвы, а ты молишься. Скажи, покажи, что не так. Он этим делом любит заниматься. Как Дворкин. Они одинаковые все. Своего-то ничего нету. Я ни разу не видел, чтобы они работали, там, ходили, Евангелие давали. Нигде нет. Он сидит только, особый шрифт у него начинает, он разбирать кого-то. Оттолкни, одна труха. Хорошо, мы подумаем над этим вопросом. Думаем об этом. Я уж Дворкина не беру, это безбожник. Но этот-то верующий, у него и борода нетронутая. Он молодец, у него борода, там, три волосинки, но они не задевают. Этим он мне нравится. И вот Дмитрий Смирнов такой же был, Чаплин. Ну что, расстаемся? Все, да, расстаемся. Спаси, Христос. С Богом. Аллилуйя. Давайте.